Привет, друзья! Анастасия Гулимова, отечественная звезда сериалов, широко известная по роли эксперта ФС в полюбившемся телезрителям сериале «След». Когда на экраны вышел сериал «След», предметом споров и восхищенных отзывов у телезрителей стал персонаж Оксаны Амелиной, сотрудница Федеральной экспертной службы. Многие недоумевали, почему на роль старшего лейтенанта полиции режиссеры выбрали сексапильную блондинку, чьи короткие юбки и откровенные декольте никак не вписывались в дресс-код такого серьезного учреждения. Вскоре поклонники сериала поняли, что за гламурной внешностью Старлея скрывается харизматичная, невероятно талантливая актриса. Анастасия Гулимова завоевала любовь зрителей, которые стали живоинтересоваться ее биографией и новостями творческой жизни. Будущая актриса появилась на свет 25 января 1982 года. Мама Анастасии работала в юридической сфере, и та же судьба ждала и будущую звезду кино. Гулимова поначалу даже не задумывалась о творческой профессии, хотя в юности училась в музыкальной школе имени Исаака Дунаевского. Занятие в ней Анастасия совмещала со стрельбой в тире, к этому хобби ее приучил отец, отставной военной. Гулимова окончила Московскую юридическую академию, однако отказалась от работы по специальности. Сначала она решила переквалифицироваться в журналиста. В 2008 году Анастасия окончила телевизионное отделение на факультете журналистики МГУ, успев к этому моменту набраться опыта на каналах НТВ и ТНТ. Но и на этом пути Гулимова, по всей видимости, чувствовала себя не на своем месте. А вот начав сниматься в кино, Анастасия наконец-то успокоилась и стала заниматься любимым делом. След не был первым телевизионным проектом актрисы. Сначала она появилась в фантастическом боевике «Запрещенная реальность». Затем последовали эпизодические роли в «Паутине» и других лентах. Но, конечно, широкая известность пришла к Анастасии, когда она присоединилась к актерскому составу детективного проекта о работе «ФЭС». Сам след на тот момент уже был на слуху, так что Гулимовой сначала приходилось стяжко на съемочной площадке. Впрочем, коллеги по проекту и постановщики активно ее поддерживали, так что актриса быстро стала своей. А поклонники сериала настолько были очарованы обворожительной блондинкой, что очень быстро героиня Анастасии стала любимицей миллионов зрителей. Сама Гулимова за годы съемок в следе тоже очень привязалась к своей Оксане. Детективный сериал все еще остается основным проектом звезды. В свободное время она зарабатывает еще и как модель, что с ее внешностью неудивительно. К слову, многие поклонники предполагают, что за красавицей Гулимовой толпой ходят восторженные мужчины. Однако насколько эти домыслы соответствуют действительности, неизвестно. Анастасия следит за тем, чтобы подробности личной жизни не просочились в сеть. Что же касается слухов, то они актрису мало волнуют. Одно время Гулимову сводили с Евгением Кулаковым, исполнителем роли Вани Тихонова в следе. В кадре между двумя артистами действительно много химии, вот только в реальной жизни Кулаков счастливый семейнин с двумя детьми. К самым сокровенным тайнам актрисы не подобраться, на обсуждении своей личной жизни она поставила табу. Это порождает массу домыслов вроде тех, что Анастасия беременна, завела роман с коллегой или заключила фиктивный брак. Ничего из перечисленного официально не подтверждено и остается на уровне слухов. Ничего неизвестное о семье девушки, никто не знает, замужем ли она и есть ли у нее дети. О жизни Насти приходится судить лишь по фото в социальных сетях. Артистка часто выкладывает публикации о путешествиях и езде верхом, а также о занятиях пением, танцами и горнолыжным спортом. Гулимовой почти 40 лет, но выглядит она просто бесподобно. Скорее всего, прекрасной физической формы она достигает с помощью правильного питания и занятий в спортзале. Талантливая красавица из тех счастливец, которые могут без стеснения демонстрировать отличную фигуру в облегающих нарядах и купальниках. С ростом популярности актрисы выросло и число фейковых аккаунтов в социальных сетях, о чем она была вынуждена предупреждать своих поклонников. Официальные страницы у Анастасии есть только в Инстаграме и ВК, а профилей на других площадках у нее нет. Об этом Гулимова специально разместила информацию в шапке Инстаграма. Работа над проектом След продолжается, и артистка по-прежнему занимает ключевую позицию в съемочном процессе. Последний сезон полюбившегося зрителям сериала на экраны вышел в 2021 году. В социальных сетях Белокурова эксперта ФЭС можно найти снимки со съемок, фото из путешествий по разным странам и кадры, снятые в домашней атмосфере. Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.